Здравствуйте! Это универсальный формат и с вами Юлия Чернеева. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам с большим удовольствием, принимаем ваши звонки всегда. 202 11 22. С началом всех поздравляю трудовой недели. Так мало времени остается до Нового года. И поверьте, как раз это самое время подводить итоги. Какие-то, может быть, действительно делать для себя пометки, выводы. Ну а для кого-то этот 2015 год был юбилейным, как, впрочем, наверное, для многих из вас. Но наши сегодняшние гости известны на всю область, да не только, наверное, на всю Россию. Очень интересный, мне кажется, очень такой домашний, семейный и действительно с большой-большой историей. 20 лет исполнилось театру «Витражи». И я с большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами здесь актриса и директор театра «Витражи» Алла Набокова. Алла, здравствуйте! Здравствуйте! Художественный руководитель театра «Витражи» режиссер Станислав Горковенко. Здравствуйте! Здравствуйте! Актер театра «Витражи» Дмитрий Давыдов. Здравствуйте! И Николай Борисов также с нами здесь. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, мы познакомились. Если вы, дорогие друзья, как-то, может быть, бывали на спектаклях театра «Витражи», если вы знаете актеров, хотите чего-то сказать, пожелать или какие-то вопросы задать по репертуару, милости просим, в наш эфир поздравления с юбилейным годом также принимается. Дерзайте! Ну что, наверное, мне хочется в первую очередь у Аллы спросить. Вас везде называют основателем, таким действительно идейным вдохновителем, музой театра «Витражи». Я так понимаю, что история давнишняя, очень-очень давно, 20 лет назад, уже многие выросли, уже дети, как говорится, есть у многих актеров. Но как это было давным-давно? Вот все-таки хочется чуть-чуть истории. Давным-давно это было очень смело. Я даже вот думаю, смогли бы мы повторить. Да, и нечто подобное. У нас было шестеро артистов, которые вышли из состава театра «Город». Театр «Город» ныне здравствует, но вот его художественный руководитель, основатель, уже его с нами нет. Это действительно великий и педагог, и великий режиссер Тимофеев Виктор Алексеевич. Вот мы с ним работали, и потом как-то решили создать свой театр. Тогда у нас была задумка создать театр для детей и молодежи. Решили такой своей дорогой. Да, совершенно вот своей другой дорогой. То есть это не значит, что та дорога была плохая, она тоже была хорошая. Но мы как-то вот решили другую дорогу выбрать себе. И шестеро, так сказать, смелых вышли и вот стали создавать, строить совершенно новый театр. Вот достроились 20 лет. Кто это был? Остались ли эти люди до сих пор? В театре, к сожалению, осталась я одна. В силу разных обстоятельств. Вот первого режиссера Елены Петровой уже тоже нет среди нас, тоже к нашей великой печали. Но ее дело продолжается, и это прекрасно, что продолжается. В силу разных обстоятельств ушли и работают в других театрах. Вот Андрей Однодворцев, Сергей Трухин, ну и не связанные уже совсем с театром Елена Шикунова и Сергей Моисеев. Вот с тех пор осталась из тех шестерых одна я. Те, кто начинала, так понимаю, все равно хорошо начали? Начали хорошо, начали сильно и смело. И, в общем-то, на юбилей мы все встретились и были очень рады видеть друг друга. Не так давно, я так понимаю. Да, юбилей состоялся 4 декабря. Всех собрали? Всех постарались. Ну ладно, хорошо. Сейчас, наверное, хочу обратиться все-таки к художественному, руководителю, режиссеру Станиславу. Расскажите, как вы пришли в театр и что вы сейчас видите в нем? Как это было? Давно ли пришли? Ну, 12-й год я работаю в театре. Ну, практически более, чем вся история его, получается, как бы большая часть. Получилось, что мой преподаватель по актерскому мастерству пригласил меня в театр поработать. Где-то около года я работал как актер, а потом от воли и судьбы мне пришлось стать режиссером. А через какое-то время вот я взял художественное руководство. Страшно было приходить в коллектив? Было интересно. Интересно. Ну, страшно. Не сказать, что страшно, но было интересно, потому что коллектив подобрался такой живой, рабочий коллектив. Дисциплина, опять-таки, хорошая была в коллективе. Это важно, я так понимаю, да? Да, конечно. Как директор, как художественный руководитель. Очень важно. Они были в тонусе. Дисциплина это. Так. Ну, вот, если говорить о каких-то художественных планах и ориентирах театра, то у нас ориентиры – это русская классика, это патриотические вещи, это православные вещи. Ну, что еще сказать? В верной дороге идете, товарищи. Стараемся. Что можно сказать еще? Дмитрий, ну, расскажите вы, как вы пришли, что, может быть, как бы вы хотите сказать на этот счет? Ну, честно говоря, я пришел в театр довольно-таки случайно. Ну, вот. Да. Шел мимо. Да, вот так вот как-то. Потому что я, ну, не совсем, конечно, случайно, я заканчивал курс режиссерский факультет нашей Академии культуры, и мне надо было поставить дипломный спектакль по завершению. И мне нужна была база для этого, то есть место, где я смогу это поставить. Я, да, я до этого знал Станислава Витальевича, я спросил, могу ли я на базе театра «Витражи» попробовать поставить свой дипломный спектакль. Они мне дали согласие. И в свою очередь позвали попробовать себя в спектакле. Тогда это был военный спектакль, он у нас остался в репертуаре. Спектакль называется «По дорогам войны» или «За родину». Патриотический спектакль замечательный у нас есть, который единственный, наверное, спектакль из всех, которых я знаю, который рассказывает о войне самым маленьким детям. И вот в этом проекте, так сказать, меня позвали поучаствовать. Ну и потом как-то я закрепился, мне понравилось, втянулся, и вот теперь я здесь. И сколько лет, получается, уже? Ой, наверное, лет уже, если я в 2008-м закончил. Семь. Семь лет, значит. Ну тоже, юбилей у человека получается, как бы такой маленький, но в любом случае такой значимый. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, задавайте свои вопросы. Забывали ли вы в театре витражи, может быть, что-то хотите спросить, поздравить? Может быть, вы человек какой-то не случайный, причастный к этому замечательному коллективу, тоже будем рады вас услышать. Звоните, 202-11-22. Николай, ну вам слово, у вас какая-то тоже, наверное, история непростая. Тоже шли случайно? Да, нет, я тоже заканчивал обучение, и мой педагог Александр Тимофеевич Золотухин, он посоветовал мне обратиться к Али Генриховне по поводу работы, когда я с ним консультировался как раз. И вот с тех пор, как бы, несколько лет мы сотрудничали, то есть я не был в штате, вот, играл в каких-то, в отдельных постановках. И сейчас уже четвертый год, работаю постоянно, только здесь. Ну, вам педагогам повезло очень, который у вас в университете. Ну, это и мой педагог тоже. Вот вам повезло, значит, всем повезло. Потому что я просто слышала, не знакома, к сожалению, с Александром Золотухиным, но слышала про него какие-то прям легенды. Ну, я думаю, вам обязательно надо позвать. Надо его позвать. И так понимаю, потихонечку люди, кто-то приходит, а, да, получается, кто-то уходит, но, тем не менее, смысл и суть остается. Молодежи с детям доступно, понятно, хорошо и весело. Или не всегда весело? Мы стараемся, чтобы не всегда было весело. Мы хотим устраивать и детям, и теперь уже взрослым, потому что театр несколько лет из театра для детей и молодежи перерос в театр для всей семьи. Семейный. Ну, вот как бы у вас вынесено это семейный театр. Да. Мы хотим, чтобы им не всегда было только весело, чтобы затронуть и остальные струны души, чтобы, как бы, ну, не заставить, а попросить вместе с нами задуматься о чем-то. Это сложно так сейчас? Они такие все, непростые дети сейчас? Сложно. Это сложно, действительно сложно. Особенно для подростков. Тем не менее, мне кажется, нам это удается. Особенно вот последняя наша премьера, которая в этом году вышла к 70-летию Победы, которую у нас создал наш художественный руководитель Станислав Горковенко. Это спектакль «Пусть тебе не будет страшно». Его мы посвятили нашим дедам и прадедам, которые действительно участники Великой Отечественной войны. И даже в афише и в программке мы используем фотографии наших родных дедушек. Вот это дедушки артистов нашего театра. Ау, давайте мы о спектакле чуть позже. Звонок есть. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Евгений. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгений. Вы знаете, я был в чате витражи. На спектакле «Назва не помню», он был по рассказам Надежды Тэффи. Так. Такой очень, довольно-таки сложный спектакль символический. Несколько, что я все там понял, но мне очень понравилось, как Абва Набокова исполнил в конце песню «За икою есть храм» и так далее. Что за спектакль? Есть ли возможность вот это исполнение в контакте послушать или как-то где-то еще? Спасибо большое. Ну, давайте, раскрывайте карту. Что за спектакль? Это спектакль «Счастливая» по произведениям Надежды Тэффи. Он был выпущен к моему бенефису по рассказам, по серьезной прозе этой писательницы. И там есть не один романс, там много их. И на стихи самой Тэффи, и вот последний он на стихи «Монаха Романа». Правильно я? Да. Ну, тоже человек такой достаточно известный. То есть не записывали пока в студии? Народ просит. В студии не записывали, нет. Приходите на спектакль. Приходите чаще. Приходите чаще. Поймете, в чем спектакль. О спектакле. Друзья, просим ваших звонков. Может быть, действительно есть какие-то эмоции, может быть, пожелания. В конце концов, когда еще в прямом эфире, в режиме реального времени, руководство театра, тут актеры, можно что-то спросить, может быть, что-то уточнить, высказаться. Принимаем отзывы все с большим удовольствием. 202-11-22. Раз мы говорим про спектакль «Пусть, тебе не будет страшно». У нас есть фотографии. Давайте посмотрим на него. Как вообще пришла идея такая? Кто занимался постановкой этого спектакля? Ну, это пьеса Алексея Абузова «Домик на окраине». Ну, сначала понравилась пьеса, конечно, потому что, если не нравится материал, то и браться за работу зачем-то нужно. В этом спектакле, вот наряду со взрослыми профессиональными актерами, работают дети. Также дети по ограничению по здоровью. Серьезно? Да, это такой муниципальный проект. Мы разные, мы равные. Вы включили, да, получается, так, в этот спектакль. Ребятишек. Интересный проект. И как вообще шла подготовка? И с детьми ведь, как бы, понятно, что сложно, достаточно общаться-то. Не просто, но интересно. И ребята, они с такой силой воли, что стараются доказать свое место в жизни, что они сильные, что они могут работать, что они равные. Так что больших трудностей не возникало. Каково это, вот быть актерами наравне просто с детьми, да еще и с детьми, вот, допустим, с особенностями, так скажем? Ну, эти детки с нами работают уже четвертый год, поэтому они уже, можно сказать, наши, нами выращены, приучены к этому. Самое главное, что им нравится этим заниматься, и они хотят. И родители с нами уже подружились, и дети с нами ездили на три фестиваля в Санкт-Петербург, в Москву и в Анапу. И вот это вот уже четвертый спектакль, в котором они у нас участвуют, вот, наряду с профессиональными артистами. И они, вот, в этот спектакль, на мой взгляд, они привносят еще больше какую-то остроту, трепетность и какую-то вот, такой вот боль, боль войны, которая задела всех, от мал до велика. Да, невзирая, там, ни на возраст, ни на ранги, потому что война, это действительно очень страшно. Каково вам? Вы ведь тоже заняты спектаклей. Да, я занят спектаклем, мне этот спектакль очень нравится, потому что этот спектакль о том, что, скорее всего, не надо терять нам, нашему народу, о вере, о надежде и о любви. Потому что без этих трех понятий, мне кажется, нам не жить. Нам не быть, и жить без этого вообще ни одному человеку невозможно. Как можно жить без веры? Как можно жить без надежды? Как можно жить без любви? Да еще и в войну, ты так понимаешь, да? А, соответственно, и в войну, и поэтому мы победили. И, конечно, когда играешь такие спектакли, ты как бы отдаешь дань и говоришь спасибо. Говоришь спасибо воинам-победителям, говоришь спасибо своему прадеду. У меня два прадеда воевало. Один в плену был, бежал из плена. Другой и закончил войну в рядах югославских партизан. Другой дед был генералом, прадедом. То есть вы так более или менее, я так понимаю, все-таки каждый посвятили игру либо постановку своим, да? Я думаю, каждый что-то искал свое в этой постановке и что-то хотел сказать от себя. Иначе тогда бессмысленно выходить на сцену, если ты ничего не хочешь сказать. Ну вот, как Алла уже говорила, вот у нас на афише здесь фотографии наших родственников. Давайте, да, покажем сейчас нашим зрителям. Можете прямо к себе так вот приложить, чтобы не бликовало и было видно, что здесь действительно изображены родственники. Это все наши родственники, участники Великой Отечественной войны. Мне кажется, даже одна афиша, да, дорогого стоит. По сути, это такой небольшой фотоальбом. Ну так, перед спектаклем мы говорим, что мы посвящаем всем памяти наших дедов и прадедов, всем вашим родственникам, дорогие наши зрители. Ребята хорошо восприняли материал, они так заинтересованно приносили какие-то сведения о своих родственниках тоже, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Все это прочувствовано было, очень серьезно относились к работе. У меня вопрос. Вот понятно, что взрослые приходят, когда на спектакль, встают и уходят. Я по себе, по ребенку знаю, что всегда тянула к сцене, не выйдет ли актер, можно ли что-то у него спросить. Вы не устраиваете каких-то таких встреч, допустим, после спектаклей, некое такое обсуждение? Ну, в проекте есть. Вот Петр Львович Монастырский, я учился у Петра Львовича Монастырского. Ну, это его практика, да. Он всегда как бы обсуждается. Мы думали о таких встречах, да, что было бы интересно, потому что есть какие-то сложные спектакли, вот как звонил, да, человек, вот счастливый. Он непростой спектакль. Тут спектакль ребус такой. И в первой части спектакля там интрига, там загадка. А вторая часть, она как бы раскрывает. Но он непростой еще тем, что подняты такие философские вопросы, как смысл жизни, потом быстротечность этой жизни. Такие темы высокие. Любовь. Любовь. В большом смысле слова тоже. Такая очень... И, конечно, было бы хорошо, если бы после таких спектаклях вот было бы обсуждение со зрителями. Я думаю, что со временем мы, наверное, такую практику ведем. Нет, на самом деле, вот вы сказали про Монастырского. Я и знаю, и слышала, и многие актеры рассказывали, что вот такая некая, так скажем, точка после спектакля иногда необходима. Может быть, молодежи в том числе. А так вот вообще, может быть, я не знаю, раз у вас есть практика работы с детьми, которые выходят на сцену, не просит ли к вам молодежь так вот применять участие в каких-то ваших спектаклях, постановках? Есть ли такая возможность? Или вы не всех берете? Нет, есть звонки, подходят ребята, но у нас пока нет возможности, чтобы открыть... Школу такую? Да, студию. Мы бы даже могли это сделать, но у нас просто нет помещения. К сожалению, вот 20 лет нам наступило, но помещение... Взрослые 20 лет-то уже, своя комната нужна. А так мы, пожалуйста, предлагаем. Мы могли бы вести параллельно студию для детей, студию для взрослых, студию для молодежи при театре. Мы готовы с великим удовольствием. Так, ищем помещение, дорогие наши меценаты и прочие неравнодушные к театру люди. Звоните нам, 202-11-22. Мы ждем ваших звонков, ваших отзывов по поводу того, что сегодня мы обсуждаем здесь, в нашей студии, руководители-актеры театра-ветражи, семейного театра. И я думаю, что этим город наш должен гордиться. Я вот хочу теперь по спектаклям, наверное, немножечко поспрашивать. Николай, вы в каких спектаклях задействованы? Есть ли любимый персонаж, любимая роль? Или вы больше в режиссуру сейчас, может быть, тоже будете уходить? Ну, пока нет. Пока играется, пока играется. Пока играется, да. Ну, любимые персонажи, наверное, это в спектакле «Встреча» и «Одноименный рассказ». Мне нравится там персонаж Кузьма. Чем же? Вот. Ну, мне, в принципе, там нравятся оба персонажа. Там два главных героя, вот Дмитрий и, соответственно, я играем. Когда я прочитал, мне вообще понравился больше другой персонаж. Вот как бы где-то ближе он мне оказался. Так хитро смотрит на режиссера. Как бы я его понимал, да. И немножко сначала у меня не получалось. Но потом, как-то немножко, наверное, себя преодолев, я как-то... Пересмотря, видимо, да какие-то... Уже осталось, ну, не знаю, мне кажется, что я вот там себя как просто рыба в воде чувствую, когда вот в этом рассказе, и вот наибольшее удовольствие там получаю. Ну, и вот последний наш спектакль, это «Пусть тебе не будет страшно», там тоже, там еще больше у меня на преодоление было роль. Как-то работа у людей на преодоление. Вот, но вот когда... Мы не ищем легких путей. Конечно, так и надо. Зачем просто? Когда дают... Не всем, кстати, дают. Не во всех театрах. Потому что проще, конечно, дать по типажу актера всегда, чем роль на преодоление. Но когда ты проходишь через вот этот процесс сложной ломки какой-то себя, то, наоборот, потом, во-первых, выигрываешь сам как актер уже в профессии. Начинаешь больше понимать, больше чувствовать. Интереснее, наверное, работать сам. Вот. И вот этот персонаж тоже мне... Вот последние спектакли, мне кажется, я начал попадать... Проникаться. Да. Туда, куда нужно. Дмитрий, у вас есть ли любимчики? У меня есть. Да, есть, конечно. А бывает у актеров любимчики вообще, я так понимаю? Просто каждую роль же, она же своя. Она своя, да, конечно. Конечно, любивая детьми. Есть то, от чего ты получаешь, когда ты получаешь колоссальную удовольствие. Ну-ка, наверное, это Дед Мороз. Есть, когда получаешь... Дед Мороз! Скоро, да. Скоро, обязательно. Любимый персонаж. Очень любимый. У нас есть просто очень замечательный спектакль, который я просто люблю очень лично. Это спектакль, который мы еще не затронули, это спектакль. Этот спектакль называется «У белой воды». Этот спектакль интересен тем, что, во-первых, все мы знаем, спектакль поставлен по Сергею Есенину, но все мы знаем Есенина как поэта, замечательного великого русского поэта. А это проза. Проза Есенина. А второе, интересно, что это проза народная, действительно. Какая-то очень сакральная. Очень русская. Наш спектакль, наш спектакль очень сакральный, очень русский, очень веселый, даже немножечко дурной. Нам Станислав Витальевич во время репетиции говорил, что ему надо ярия, хорошие. Ярица, это, в России, это балагуя делом. Да, 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 особенно на сцене. Но это же, конечно же, самое приятное, самое большое удовольствие, когда ты от души с Ярью выступать на сцене, играть спектакль. Ну и спектакль, конечно, мы с этим спектаклем были на фестивале, но мы со многими спектаклями, практически со всеми нашими спектаклями были на фестивале. Мы были на фестивале «Золотой Витязь» и играли этот спектакль на знаменитой сцене театра на Таганке. Ох ты! И это был тоже очень интересный. И молчат сидят. Это был тоже очень интересный опыт. Но я думаю, дальше продолжит, может быть, Алла Генриховна проект. Как так случилось, да. Это тоже мой самый любимый спектакль из всех. Я их все люблю, но этот особенно. И тоже там роль совершенно на преодоление полностью. И насчет веселого, мне было очень забавно сейчас услышать. Это нам, он, может быть, самый веселый. Зрители плачут. Зрители рыдают, а нам весело. Молодцы. Вот. Соль достигла. Нет, конечно, нам не поэтому весело. Просто Сергей Есенин затронул там настолько сложные вопросы. Это любовь, которая высшая, любовь и похоть, возвышенная и низменная, верность и предательство. На грани, да? Да. Все вот это вот в этом его коротеньком, на три странички рассказе. И Станислав Витальевич нас вывел на громадный спектакль, почти полуторачасовой, из этих трех страничек Есенина. Но дело в том, что у Есенина есть великолепная работа «Ключи от Марии». Я думаю, Станислав Витальевич с удовольствием расскажет об этом. Потому что вот эти вот корни народные, это вот как раз оттуда Есенин это все копал, и мы вместе вслед за ним. Да, давайте. Просто многим Сергей Есенин представляется как такой бесшабашный хулиган. На самом деле это был удивительный. Умнейший человек, он интересовался и науками, и историей, он интересовался русской культурой. Вот у него есть замечательная работа такая научная «Ключи Марии». И вот эта работа, когда я изучал творчество Сергея Есенина, вдохновила меня на спектакль. Потому что он там очень интересно рассматривает обычаи русские, русский дом в целом. Ну, советую прочитать эту работу. Тем, кто заинтересуется, кто любит. Друзья, ну, напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Ну и хочется, наверное, сейчас традиционно с вами немножечко поиграть. Мы любим загадывать какие-то загадки, головоломки, кино-вопросы. Наш сегодняшний кинокадр, который мы загадали, мне кажется, очень простой и до безумия просто, мне кажется, всем знакомый. Если есть среди вас такие любители, ценители старых отечественных советских фильмов, звоните нам. Если угадали, получите билеты пригласительные в киномечту на любой из фильмов. Сходите с кем-нибудь вдвоем, хорошо проведете время. Звоните 202-11-22. Ну, вот если, допустим, говорить о все-таки декабре и январе, я так понимаю, что здесь упор на семейные, добрые, вечные сказки, спектакли, постановки, шоу-программы. Готовите что-то такое? Конечно, готовим. Готовим. И не даром, что сейчас был кадр из кинофильма, потому что наша программа, посвященная подросткам, у нас как бы есть елки для маленьких деток, а есть еще другой вариант для подростков. И в этом году, так как следующий год будет годом российского кино, наша шоу-программа будет посвящена российскому кино. Ух ты! Да-да. Как вовремя был ваш кадр. Да, это понятно. А как, кто может принять участие, как это сделать? Билеты продаются во всех кассах города. Пожалуйста, дорогие родители, покупайте билеты вашим маленьким деткам на елочке и подросткам на шоу-программы. А вот на елках у нас в этом году будет рождественская сказка. Это тоже такая очень добрая семейная сказка. Правда, Станислав Тельч? Да, вот автор сказки на букву. То есть вы еще и сказки пишете? Бывает. Талантливый человек, талантлив во всем. Спасибо. Обменялись любезностями, я предлагаю принять телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Очень у вас звонкий молодой голос. Вы у нас в каком возрасте находитесь, если не секрет? Ну, в возрасте молодой мамы. Понятно. Ну, тем более. Тогда тема детских спектаклей каких-то. У вас ребенок какого возраста? Такого возраста, что мы уже купили билетики на рождественскую сказку на 4 января. Ох ты, какие молодцы! Но я так понимаю, что вы бывали, ходили на какие-то спектакли, раз пошли целенаправленно? Ну, если честно, в Дорожаке мы еще не были, мы как бы театр Город посещали, а вот сейчас решили, что на Новый год пойдем или прожить. Правильное решение. Ну, давайте тогда вам в нагрузку еще и билеты в кино. Что же за фильмы загадали? Королева Бензоколонки? Конечно, вы мне не спрашивайте. Вы должны были утвердительно сказать этот ответ. Спасибо вам большое. Бензоколонки. Ладно, хорошо принимается. Спасибо большое вам за звонок. Но у нас есть еще фотографии всяких ваших абсолютно разных спектаклей. Я предлагаю, да, показывать, а кто-то что-то из всех наших сегодняшних гостей добавляйте, кто что видит, милости просим. Рассказывайте. Яркие костюмы какие-то, необычные. Спектакль «Заишкин избушка». Это для совсем маленьких? Да, для маленьких. Я так понимаю, вы какое-то ограничение по возрасту для спектаклей не вводите? Ну, у нас есть для совсем маленьких. Вот это вот спектакль «Тэйфи счастливый» для совсем взросленьких. То есть есть некое ограничение по возрасту, получается? Ну, есть у нас. Вот у Есенинского спектакля есть ограничение по возрасту 18+. Ух ты! Настолько там все сакральное и... И русское. Такое. Да. Душево. Словянское. Душево. Это прекрасно. А вот это вот спектакль для маленьких детей про репку, детку, медведя и других. Это, наверное, наш с Николаем любимый детский спектакль. Да. Нам очень нравится его работа. Здесь мы из зрительного зала приглашаем вот детишек, они тоже, да, участвуют, становятся участниками. Действительно, то есть можно, да, желающих? Да, 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 да. Это, мне кажется, такая возможность, когда кто-то из детей может запрыгнуть на сцену и почувствовать себя актером. А также у нас есть такая практика, что перед воскресными детскими спектаклями мы обязательно играем с детишками в фойе. Вот тут как раз у нас происходит даже некоторое общение с ними, как вы говорите. И очень хорошо, когда дети узнают и говорят, дядя, а ты в прошлый раз был волком. И там, да, и дальше мы выслушиваем все, что ребенок думает по этому поводу. Ну, надеюсь, только хорошее. Да, конечно, конечно, да. А кто занимается вашими декорациями и костюмами? У вас есть специально обученный человек. Вот у нас с самой сценографией, то есть вот придумыванием всего этого занимается наш художественный руководитель, потому что он по первому образованию художник. Он же вряд ли шьет костюмы? Нет, он их, конечно, не шьет. Вот под его уже чутким руководством. Да, под его чутким руководством происходит все остальное. Вот это вот у Белой Воды, уже Есенин. Душевный, я думаю, спектакль-то получился. А сколько же тогда получается у вас таких вот живых на сегодняшний день спектаклей, которые играете? Так они, мы все их играем. Все спектакли. Не было такого, что что-то закрывалось, не показывалось? Ну, у нас, по-моему, сейчас вот все в работе, там, то есть около 30 спектаклей. И они все в работе? Все в работе, абсолютно. Как же вы все успеваете? Как же вы все успеваете? Как для нас самих иногда бывает. Сколько же человек задействовано у вас сейчас в театре? Артистов у нас сейчас 16. Да, вот они тут все у нас на фотографии. Давайте покажем, да, конечно. Шестовик 20-летию. Вот они. Красавчики. Кстати, как прошел-то ваш юбилейный вечер? Да, замечательно прошел. Мы играли старую комедию, потому что комедии у нас мало, можно сказать, пока. Вот, поэтому мы взяли не новый спектакль, а старый, но мы его любим тоже. Это Антон Павлович Чехов делал номер ноль по пьесе «Шутки. Предложения». А после этого короткого спектакля был «Капустник». В общем-то, все удалось. На славу. Ну, а если, допустим, так, что есть очень взрослые у вас актеры, приходит молодежь, вот прям совсем-совсем юная, вы берете юных актеров? В этом году к нам пришли совсем-совсем юные актеры. Вот вы в это шефство взяли? Шефство, как же, конечно, мы нашим взрослым актерам дали шефство над юными актерами, конечно. У нас выпускница пришла нашего института культуры и выпускница нашего училища культуры. Берете, знаете? Берем, берем. С удовольствием. Вот еще мы видим какие-то спектакли. Это для детей «Лиса и Волк» спектакль называется в цикле «Русские потешки». Вот он выполнен в стиле «Гжель», там, декорация, реквизит, «Гжельские» костюмы. Не надо обязательно к вам попасть, я очень люблю «Гжель». Приходите, приходите. Николай, вот вы говорили, что вы задействованы и в детских, и во взрослых. А я так понимаю, сложно вот так вот переключаться с детского на взрослый, с взрослого на детский? Тем более, если у вас, получается, так часто они выходят в спектакли. Сложнее где? Для детей играть или для взрослых? Мне всегда интересовало этот вопрос у актеров, если спрашивать. Задумываться. И там, и там бывает сложно. Дмитрий, у вас есть какое-то четкое понятие, кому надо прям готовиться тщательнее к детям или к взрослым? Мне кажется, когда актер выходит на сцену, ему главное честно работать. Честно делать свое дело. И для детей, и для взрослых. Вот что от него требуется в первую очередь. А для кого сложнее, там есть разные нюансы просто. А так и для тех хорошо работать. Выкладываться надо в любом случае. Там и там. Друзья, 202, 1122, телефон прямого эфира. Мы сейчас вам показываем фрагменты из спектаклей театра «Витражи». Может быть, какой-то из спектаклей вы посещали. Может быть, что-то видели. Может быть, еще не видели. Но очень хочется вам поделиться с нами своим мнением. Звоните нам, пожалуйста. Действительно, очень интересно и важно что-то услышать. Что-то, как-то там, я не знаю, прокомментировали бы. Мы послушаем и, может быть, даже какие-то вопросы, если у вас есть к нашим гостям, звоните, задавайте. Не стесняйтесь. А уходите ли вы когда-нибудь на каникулы? Когда у вас собирается какая-нибудь такая? Да, мы, как это ни странно, уходим. У нас трудно с выходными днями, но на каникулах мы бываем. Это у нас всегда вторая половина июля, начало августа. А потом мы уже готовимся к новому сезону. Да, вот в это время, как-то летнее, мы даже успеваем немножечко отдохнуть. И загореть. Да, чуть-чуть. А есть ли какие-то, допустим, перспективные спектакли, которые вы уже сейчас рассматриваете? Чем-то заинтересованы? Может быть, читки устраивали уже? Может быть, что-то такое, так, планируете удивить? Ну, если говорить о взрослом репертуаре, то это у нас Володин Ящерица, комедия такая, трагикомедия, вернее. Еще одна, я так понимаю. В разработке, да. Мы уже ее разрабатывали там этюдным методом, придумывали, сочиняли что-то и читали. И Алексей Толстой, Кукушкины слезы, тоже в разработке, как бы параллельно у нас готовится. Это ближайшие спектакли. Ну, а детский репертуар я планирую казачьи сказки, так как я вот родовой казак. Это мой следующий вопрос. Рассказывайте, как так сложилось, что вот сложилось? Ну, спасибо батьке и матушке, что я казак. Слава Богу, что мы казаки, как принято говорить у казаков. Казачьи сказки, я сказал, да? Да. Вот казачьи сказки различных войск. Ну, ориентированных. Кубанских, донских, уральских казаков. Ну, и так далее. Это вы где-то собираете, где-то читаете? Ищу, общаюсь тоже, да. Мы общаемся и по интернету, и живыми. А сколько игр для детей у казаков? Много. Там багаж большой. Вам прям даже, мне кажется, даже вот в фойе будут стоять казачьи игры детские. Они же вообще там мудрые такие, интересные. Я просто так тоже немножко этим увлекаюсь. Мне кажется, это очень интересно будет совместить игры, и потом плавно, чтобы это все перетекло в какой-то там спектакль для детей. Ох, какие планы! Мне кажется, этим стоит только гордиться. Но вот по прошествии 20-ти лет, я так понимаю, все равно было разное, да? Не все же было хорошо и гладенько. Был ли такое, не знаю, закрыть все, уйти, все, не могу больше, не хочу заниматься этим? Честно, было. Было. Вот правильные, наверное, мысли-то такие бывают. Потому что прям, да бросить все. Ну, это период 15 минут. А через 15 минут уже мы снова находим силы, решение, выдохнули и продолжили. Ну, а вот, допустим, не знаю, иметь свой большой дом, большой театр. Это мечта. Это наша давняя мечта. Даже не надо большой театр. Нам нужно среднее помещение нормальное для нормального существования театра. И очень жаль, что как-то вот некоторые люди не понимают, что театру нужно свое помещение. Потому что театр – это уникальная, на самом деле, ну, такая единица, такой организм, которому нужен совершенно свой режим, независимый ни от кого. И театру нельзя указывать, в какое время нам репетировать, в какое время нам не репетировать. Это творческий процесс, в который, ну, нельзя вот так вот, то есть, таким вот… Театр должен жить, у него должен быть дом. У него должен быть дом. У него должен быть дом, конечно, действовать, да. Творческий процесс очень сложно возбудить, сохранить, а уж по команде он, как говорится… И вы знаете, вот какая бы, мы все время думаем, какая бы у нас была производительность, если бы у нас был свой дом, то есть, сколько бы мы могли еще сделать. Это и новые спектакли, это и новые планы, и новые программы, и вообще новые проекты. Ну, студии, конечно. Да, да, я это имею в виду. И студии при нем можно было. То есть, вот, планов громадье. Обращались куда-то? Писали? Ну, конечно, конечно. Конечно, то есть, нам, конечно, помогает с этим вопросом наш департамент культуры, наша администрация города. То есть, этот вопрос потихонечку, постепенно, и мы надеемся, что в ближайшее время он решится. Потому что он прям будет… Ну, конечно, весь город на это надеется. Да. Но вот, как бы, вот как только он решится, так будет счастье. Очень хочется, чтобы поскорее. Так будет нам счастье. Ну, значит, надо в этом новом году очень хорошо пожелать, видимо, загадать, как можно сильнее. И, в конце концов, будем надеяться, что к такому, может быть, 21-летию, ну, или 22-летию, уж на крайний случай, появится большой, красивый, с витражами, я надеюсь, театр витражи. Ну, и, наверное, вот если заканчивать нашу программу, потому что остается-то совсем немножко времени, все-таки у меня название будоражит. Почему витражи? Вы за 20 лет 20 тысяч раз задавали этот вопрос, но все-таки интересно. Витражи – это же картинки из цветных стеклышек. Так. И мы тоже все разные и создаем разные картинки. И хорошо, что мы складываемся вместе, вместе, то есть коллективным творчеством только можно создать эти самые витражи, эти самые разные картинки, эти разные спектакли с разным смыслом для разной категории зрителей. Вот, а не витражи. Самое главное, чтобы свет, да, через эти витражи хороший был. Конечно, чтобы с них, да, через них шел хороший, добрый, чистый свет. Ну, тут нечего добавить, мне кажется, больше. Здорово, что вы пришли. Спасибо вам большое еще раз. С юбилеем вас поздравляем. Спасибо. Благодарствую. И я хочу сказать, что есть в нашем городе замечательный семейный театр витражей, в котором, ну, бурлит, кипит жизнь и найдется по вкусу для каждого, даже самого, ну, кажется, притязательного зрителя. А уж маленькие зрители, поверьте, шоу-программы, елки, новогодние какие-то, действительно, рождественские сказки, да еще плюс казачьи какие-то тут забавы скоро появятся. Я думаю, ну, на это стоит заглянуть и взять на заметку родителям. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин